Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Вперёд на Зомби-Войну. Так, и что же я хотел вам рассказать-то сегодня, а хотел я рассказать то, что, ребята, я купил себе, да-да, именно вот этого чувачка. Ух, наконец-то я его купил по скидке, ребята, 75%, вот приблизительно так, нет, вру, 50% была скидка, он стоил 9800, по-моему. Я его приобрёл буквально вот вчера, сегодня я, как говорится, решил снять видосик, и он у меня не прокачан, ребята, денег, к сожалению, нету, я не успел его прокачать. Так, давайте-ка посмотрим, что у нас здесь, через 16 часов заканчивается у нас турнир, и где я нахожусь, это, это непорядок, ребята, вот это, это, я считаю, непорядок. То есть, нужно, опять же, в топ выбиваться, но я вам скажу по секрету одну вещь. Как-то на турнире я встретился с чувачком, по-моему, ТП Сук, если не ошибаюсь, это он, гадёныш, а может быть, не он. Короче, фишка в том, что он 15-го уровня, или, по крайней мере, тот, кто был здесь на первом месте, и я не мог его пройти, потому что у него вот этот вот, чёртов Спикопс находится. Ну, не Спикопс его звать, а как там его, Сват, именно Сват звать, ребята, вот, и вот 15-го уровня вот этот Сват прокачанный просто расколбашил всех моих юнитов, вы не поверите, всех. Чё бы я там ни делал, чё бы я там ни придул, кого бы не выставлял, он всех рвал. Вот, я надеюсь, что это не он, потому что не хотелось бы с ним столкнуться в одной этой лиге. Ладно, ребят, в любом случае, мне нужно топовое место, я сейчас буду пробовать это сделать. Так, и что у нас ещё-то здесь можно сделать, я не знаю. Так, ускоряться я не буду, хотя стоило бы, да, ребят, тут у нас топовая награда будет. Так, что у нас по юнитам? Есть ли смысл мне его сейчас прокачивать? Я думаю, что нет, ребят, тем более у меня, как видим, нету достойных элементов. Мне нужны трёхуровневые, да? Да, трёхуровневые, блин, не будем мы пока с вами заморачиваться с этим делом, а лучше мы, пожалуй, посмотрим, смогу ли я сделать. Да, давайте-ка зайдём сюда, к продавцу, создать. И, предположим, я буду создавать... Так, во, вот и другое дело, ребят, вот это хорошо. Так, создаём. Блин, я же сказал, что ты будешь делать? Давай, создавай уже. Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Вот, ну, ребята, спешка. Создаём, конечно же. И хавчик, приди! Да, ребята, отлично. Так, а у меня ещё хватит там? Здесь, к сожалению, нет порох. Порох нам, по-моему, не нужен. У нас есть там. А вот это вот пригодится. Да, нужно, ребята, элементарно делать себе трёхуровневые элементы. Так, фляжечка. А порох это, по-моему, нам будет давать удачу. Подожди, а фляга, по-моему, вообще, она для бойцов. Да? Она же не на стрелков, по-моему. Да, она же, блин, на бойцов. Ё-моё! Не айс, не айс, ребята. Это нам нужен... Это нам нужен порох. Какая удача. Удача нам даёт шоколадки. А вот это нам даёт, да. Как раз стрельбу. Да, вот так вот. Но всё равно, ребята, как бы я ни крутил, не хватит у меня элементов, чтобы прокачать себе свата. Ну, а здесь давайте-ка, наверное, мы посмотрим. И проиграл я здесь, наверное, упал сюда, потому что у меня колода. Естественно, перед выходом я ни шиша не поменял. Понятно, почему меня так хорошо опрокинули. Ну-ка, давайте-ка мы это дело с вами поправим. Как можем быстрее. Так, попробуем вначале нашим стандартным построением. Вот так вот, да? Поехали. Запускаем, естественно, автобой. И будем смотреть, куда мы с вами выйдем. Сколько сможем пройти, сколько не сможем. Там уже будем с вами адаптироваться. Оу. Так. Так, ладно, здесь пока хорошо. Да ладно, ты посмотри, что произошло. Сейчас зависит от снайперши моей. Если она попадает, то... Да что? Да ядрёна ты вошь. Почему она не стала стрелять по зомби, а? Почему она стрельнула именно по мне? Гадюкая такая. Вот это хорошо, когда бонус выпадает хлебушек. Ну и то ладно. Ну всё, здесь в Соньке, естественно, хана. Тут понятное дело. Так, ладно, одна победа за нами. Блин, ну там, конечно, тупанули мы. Тупанули. Поехали. Ох ты, снайперша даже успела выстрелить. Опять получаем бонус и этому хана. Зажарили его до хрустящей курочки. Вторая победа у нас есть. Ух, двигаемся дальше. Блин, да что ж такое-то? Ну, ребята, здесь они не смогут прострелить. Или смогут? Нет, пятого уровня снайперша. Сейчас ей хана, да. Всё, расписали. Двигаемся дальше. Три победы уже у нас. Так, тут, ну тут нормуль должно быть. Ух! Всё, всё для него плачевно. Это кто у нас такой? Владимир Этернал. Владимир Этернал. Кстати, уже не впервые я с ним... Так, Олег Евгеньевич. Извини, Олежень. Тебе придётся погибнуть. Да. Отличненько. Погнали дальше. Блин, ну почему же в первом раунде профукали мы? Отлично, тут хорошо у нас идёт. Зажарили. Не спорю. Бум! Сгорел строитель. Ты посмотри, снайперша. Шестого уровня там бомбит. Ещё давай, подбей меня. Да ну нафиг! Просто подыграно всё, ребят. Ладно, поехали. В любом случае, что первый, что вот этот уровень, где я проиграл, я просто... На полтыка пройду, ребят. На полтыка. Даже заморачиваться не будет. Просто выберу и всё. Я разорву там нафиг в хлам всех. Во! Вот он, ребята, по-моему. Шестнадцатый уровень уже имеет, чувачок. Ииии! И тут просто жесть. И тут просто, ребята, жесть. Тут мой снайпер, блин, в подмётке не годится. Да, ребята. Шестнадцатый уровень. Вы представляете, блин? Это, я не знаю, это как надо задрить эту игру, чтобы получить шестнадцатый уровень. Короче, по-моему, это и есть ТП-сук. По-моему, это он. Я, конечно, не уверен. Сейчас мы проверим. Ребята, Бева пятьдесят. Мы его наклоняем. Это обязательно нужно его нагнуть. Так, здесь у нас... Да, тут снайперша лопухнулась у нас. Поэтому давайте надеяться, что она сейчас не подведёт. Так, здесь... Ну, в принципе, нормуль. Сейчас... Да какой там норм... Во! Хорошо. Здесь она не подкачала. Так, здесь мы с вами выиграли. ТП-сук этот на первом месте неспроста. Там стоит. Нужно подбирать, ребята, опять ключик. Это очень нудно, долго. Но нужно, нужно. Гадзиметр. Гадзиметр. Давай. Здесь, в принципе, тоже всё легко и просто, ребята. Никаких сложностей не должно быть у нас. Всё зависит, опять же, от моих стрелков. Ух ты! Второго уровня дали баночку. Есть! Так, отлично. А вот теперь ТП-сук. Вот теперь сложнота пошла. В общем, ребята, что у него происходит? У него происходит следующее. Во-первых, у него есть... Слушайте, а что если мне... Нет, наверное, мой проиграет всё-таки стрелок, мне кажется, да? Вот смотрим. У него здесь сват, огнемётчик и... Кэп. И Кэп. Блин, мы не успеваем, ребята, элементарно прострелить его просто-напросто. Через огонь они пройти не могут. Всё. Вот они вырываются и тут начинается хана. Хана мандрыга. Слушайте, а если мне попробовать сейчас то же самое сделать? Да, пускай у меня будет какого-то там второго уровня мой этот сват. Из него, конечно, стрелок просто никакой. Так, колода, да? Выбираем, ребята, короче. Так, так. Давай мы... Погоди-ка. Давай сделаем вот так вот. Подожди, а почему он у меня первый уровень? Я же вроде бы его как прокачал. Маленько. Или нет? А, я не стал тратить, да, понял. Вот предположим, мы возьмём так. Так, так, естественно, по хп мы проиграем уже, по атаке тоже. И у него был ещё кэп, да? Ну, предположим, ребят, вот так вот попробуем. Не знаю, что из этого у нас выйдет, что получится. Надо, короче, смотреть. Поехали. В бой. Ну, конечно, первый уровень и шестнадцатый, согласитесь, это небо и земля. Это, блин, это очень большое, как говорится, преимущество. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не получится, ребят, смотрите. У него один только кэп что творит. Что кэп творит? Просто расстреливает. Мэй не наносит урона никакого. Чёрт, это неправильно. Слушайте, есть ещё одна у меня дурацкая задумка. Ну, я попробую её воплотить. У меня есть стрелок, который бомбит очень и очень далеко. Так, убираем вот этого. Убираем. И пробуем. Она у меня, блин, непрокачанная. Хотя давайте просто посмотрим, как далеко она стреляет и вообще будет ли она попадать. Или ей нужно будет всё-таки подходить. Давайте глянем. Она, тем более, под усилением от кэпа. Я вот хочу вот именно это сравнить, ребят. Как она будет бомбить. Ой, ей нужно подбегать. Ей нужно подбегать. И поэтому, ребята, это не вариант. Она падает. Хотя вот сейчас было неплохо, да? У меня этот огнемётчик сжёг всё-таки вражеского. Так, а если попробовать... Так, у нас огнемётчик, а потом основные и остальные идут стрелки. Если мы, например, огнемётчика с вами уничтожим. Вот только как мы его уничтожим. То остаются стрелки против стрелков. Да у нас, в принципе, много кто против стрелков есть. Блин, я же хотел выбрать, ребята. Ладно. Не успел маленько. Вот смотрите, он выбегает вперёд. Вот, в принципе, его здесь поджечь. Для этого достаточно поставить рядом огнемётчика. Нет, не выгодно. Знаете почему? Потому что он будет издалека бомбить. Значит, выбрать среднюю дистанцию для огнемётчика, да? И... И что же ещё-то? Так, погоди секунду. Вот, например, здесь мы... Ага. Вот так мы поставим огнемётчика. Так, уберём нашу шерифку. И поставим. Ну, у меня есть автоматчик. Ух. Но он не такой сильный, ребята. Не такой сильный. Я бы даже сказал, он вообще ватный. Так, а кого можно взять против, например, стрелков? А попробуем давай так вот. Посмотрим, что получится. Да, три стрелковых, конечно, это не айс. Но всё-таки мало ли чего. Давайте глянем. Просто самому интересно протестить это всё дело, ребят. Мы сами видим прекрасный результат. Результат просто отвратительный. Я не могу понять, почему мы не можем... Знаете, такое ощущение, что мы стреляем куда-то в никуда. Он стреляет, но я не вижу, чтобы отнимались очки здоровья у врага. Просто нету этого. Я вообще не вижу, блин. Или я слепой просто-напросто, блин. Хорошо. Вот из-за этого говнюка. Я не хочу быть на втором месте. Мне не нравится это. Мне не нравится. Я не хочу. Я хочу быть на первом. Да, много чего хочу, конечно. Да, мало получу. Так, ладно. Давай сюда огнемёчка мы поставим. Обратно, вдаль. И кого же взять-то, блин? Кого взять? Ну, это нелепость вот этого убрать. Он побежит. Его, естественно, сразу же зажарят, блин. Только что мы убедились, что вот это фуфло полное. Стреляет как-то я не знаю кто. Блин. Ну, давай попробуем автоматчика поставить. Автоматчика поставить. Слушай, а что есть и хилку? Да, ну, хилку, наверное, снесут сразу же, да? Хотя можно попытаться. Посмотреть, блин. А, я на второго уровня. Нет, не годится. Не годится. Кто у меня ещё имеет защиту против стрелкового оружия? Ты? Ты имеешь или нет? Я вот не помню. Ну, предположим, вот так вот, ребята. Глупо, конечно. Опять же, он сгорит у нас в первом дуплете. Как обычно. Эй, побежи вперёд на прикрытие. Ему жопу-то там прижарят, блин. Да чтоб тебя, а. Ну? Да, ребята. Ха-ха-ха-ха-ха. Вы всё это прекрасно видите, как и я. Я даже ощущаю. Ну что ж, давайте тогда дальше продолжать ломать голову себе и вам. Как этого ТП, сука, победить? Давай-ка выберем. Так, этот сразу оказался фуфлоу. Просто пикнуть не успел, как мы разнесли. Здесь дело в том, что мне нужно снести огнемётчика. Если бы огнемётчика мы бы уничтожили бы, да, с вами, у нас бы уже стало бы полегче, потому что... Мы могли бы дальше с вами пройти. Огонь бы потух и уже разбомбить тех самых стрелков. Но опять же, понимаете, все ребята, которые имеют у нас атаку, именно ближнего боя, они очень быстро бегают. Снайперша, снайперша. Давай попробуем вот так вот сделать. Снайперша, да? Потом мы не будем брать... Вот так вот сделаем. Посмотрим вот здесь, какой у нас будет результат. Итог. Так, сохраняем эту комбинацию. Ну, что там такое? И поехали. Снайперша, по идее, должна бомбить. Это не по-детски. Ну, зачем ты идёшь? Ну? Давай. Ну, сожги ты этого говнюка. Есть. Воу. Так, 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 так. Не, 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 не надо поджигать. Не надо, не надо. Не сгорай. Только, родной мой. Тьфу ты нафиг. Он расстреляет сейчас. Чёрт подери. А в принципе, ребят, довольно неплохо была, согласитесь, разыграна комбинация. Так, хорошо. Как можно здесь немножко поправить дело? В принципе, есть идейка, ребята. У нас снайперша идёт, да? Идёт. Этот у нас стоит сзади. Подожди, вот этот стоит сзади. Вот так вот попробуем. Фух. Была, не была? Поехали. Чтобы снайперша не делала лишних ходов, чтобы она сразу начинала стрелять. Нет, она всё равно идёт, ребят. Она всё равно стреляет. Ну? Давай, 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 давай. Огнемётчика обережай. Не... А, вышло, вышло, ребят. Всё, вышло, хорошо. Строчи, 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 строчи. Да ты посмотри, как он сносит. Несмотря на то, что этот парень у нас имеет защиту от огнестрельного оружия, всё равно, всё равно его расколбасили. Какой вариант у меня, ребята, в голову напрашивается в данный момент? Это, знаете что? Это прокачать мне моего кэпа. Давайте посмотрим, посмотрим, какого он у меня уровня. Кэп мой. Так, где у меня кэп? 12-го. То есть, ещё один уровень я ему могу поднять. Сколько сейчас ему требуется для того, чтобы приподнять уровень? 2506 монет. 2506 монет. Ребята, это мне придётся фармить хренову тучу времени. Хренову тучу времени, ребята. Так, шоколадку. Шоколадку мы, например, даже сможем... Ну, вы знаете, где я фармлю, ребята, с помощью своих братанов. Так, что это такое отравление? Защита от отравления. Так, если даже я, предположим, его приподниму по уровню, что мне это даст? Ну, мне даст это кое-какое преимущество. Ну, небольшое, ребята. Ну, Сонька здесь однозначно не рулит, потому что её ложат. Всё-таки надо как-то попробовать... Попробовать... Подождите, ребят. Сейчас мы попробуем ещё собрать все бонусы, посмотрим, что у нас здесь получится. Всего лишь, ребята, один бонус мне дали. Больше почему-то не дают. Хотя должен быть ещё один. Также тут должен быть у нас бесплатный кинотеатр. Но этого мне ничего не дали. Давайте-ка, ребята, посмотрим. 246 монет у меня, да? Попробуем сейчас с вами немножко пофармить. Посмотрим, сколько мы заработаем с вами. 122 монеты, по идее, должно быть. 122 монеты за бой. Итого, если у нас 10 боёв, 1000 с лишним. Маловато. Всё равно не сможем даже на один элементарный апчик с вами заработать. Ага. Так, ладно, здесь пока... Всё-таки вот у меня голова забита тем, как мне сделать бы там по-хорошему, по-умному бы, чтобы пройти всё сделать, чтобы было на мази, как говорится. Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Ребята, раздухарились, смотри-ка. Так, давай сейчас Соню вызовем. Пойдёт, как говорится, душа в рай у нас. Вот так вот. Пошла, роднуля. Мы сюда вот с вами бочку ещё выбросим. Куда разогнались, а? Охламоны. Чё-то я не вижу денег. Где деньги? Эй! Монетки где? Давай монетки. Мне нужны монетки. Так, надо своего убить, ребята, бочкой. Почему я убиваю бочкой, многие спрашивают? Для того, чтобы он не пробил ворота. Если он пробьёт ворота, ребята, всё, мы уровень этот прошли. А я сюда хожу чисто для того, чтобы фармить. И фармить именно монетки, ребят. Почему-то которых у меня нету. Которых я не могу... Да чё за фигня-то? Чё-то происходит, не могу понять. Что-то раздухарились через силу. Давай вот это вот поставим сюда. Слушай, чё... Чё за проблема? Где деньги? Я не пойму. Эй! Вот, пошли, 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 дорогие. Давай монетки мне. Больше монеток. Так, ну это хорошо, но не то. Не то всё. Давай монеты мне. Давай ещё одного вызовем. Вот, пошли деньги, ребята, уже. Вот уже пошла валюта. Голда попёрла. Ну это, ребята, грубо говоря, надо, знаете, что пару дней фармить, чисто сливать весь бензин, который у тебя есть, чтобы действительно зарабатывать деньги. Вот. Если, естественно, вы не хотите донатить. В принципе, я, поверьте мне, ребята, на свата копил именно вот таким вот макаром. Проходил вот эти вот уровни. Поверьте, я накопил там 8 с лишним или 9 тысяч с копейками. Вот благодаря вот этому вот фарму. Долго, нудно... А, ну ещё, конечно, мы получали с вами... Не получали, точнее, а продавал я излишки. Это наподобие там хлеба. Всякой ерунды. Там... О, кстати, да. Хорошо, что я сейчас это вспомнил. У меня же там этого барахла должно быть с головой. Сейчас мы ещё продадим. Точно, точно. Как я вовремя-то это вспомнил. Так, ну что, ребята, надвигается волна. Я вот не знаю, мы накопили все. Точнее, все бабки выбили, которые только могли или нет. Ладно, пошла волна, ребята. Точнее, пошли мои ребята пробивать. Нам нужно успеть это всё дело до волны. Чтобы пройти, получить ещё 12 голдишки, которые нам будут даваться за прохождение миссии. Так. Тут, слава богу, не зависит, насколько ты прошёл звёзд. На 3, 5, хоть на 10. Деньги ты всё равно получишь в свои 12 голды. И там немножко опыта. Отлично. Так. Получаем 12 голды и 13 опыта. Замечательно. Так, и сейчас, да. Сейчас мы идём с вами к торгашу. И я буду у него продавать весь хлам, который мне не нужен в данный момент. Продать. Чего у меня тут очень много? У меня очень много радио. Давай продадим. Это, ребята, всё накапливается буквально за пару дней. Ну, пару дней, конечно, я что-то мочканул. За неделю очень много у тебя накапливается опять этих... Эй! Зачем? Зачем я купил вот эту хрень? Ёп-парсете! Переборщил, ребята, с нажатием на кнопочку. Чёрт подери, блин! Продаём, блин! Нафиг она там сдалась. Так, всё, я буду... А, нет, могу. Всё, я продал, ребята. 1828 монет у меня. Для одного прапывания на один уровень моего свата сколько нужно? 2 500. Это ещё, грубо говоря, 700 монет. 700 монет, ребята. Это 7 боёв. 7 боёв вот этих вот, ребята. В принципе, знаете что? Давайте, наверное, мы сделаем так. Нажмём на паузу. Я 7 боёв здесь отыграю. Накоплю. Ну, ребята, это будет только лишь 1 ап. 1 ап. Но он будет последний. Но, тем не менее, сейчас уровень, потом уровень. И, глядишь, ребята, до совершенства доведём своих солдатиков. Да? Потому что в данный момент больше пока нечего делать. У меня нету... Ещё раз повторю. Вот этих вот достаточное количество бонусов, чтобы я с вами шёл на последнего босса и, естественно, его разбирал. Тем более, вы прекрасно видели и знаете, что не так всё там просто. Они вот на первых уровнях, когда люди проходили, говорили, что было всё намного проще. Он не стрелял столько раз подряд, как вот в последней версии. Он просто бомбит раз за разом. Чёрт, они пробили у меня ворота. Ай. Продинамил, ребята. Деньги не дособирал я. Не дособирал. Жаль. Ладно, ребята, делаем, короче, паузу. Я прохожу, накапливаю деньги и дальше пробуем там пробомбиться. Ну что, ребята, я накопил 2993 монеты. Кстати, я хотел тут посмотреть. Мне говорили, что где-то из 25-й или 24-й миссии. Ну, 24-ю миссию я только что проверил. Здесь не нашёл новый зомби, говорят, там есть какой-то. Но не нашёл 25-ю миссию. К сожалению, я не успел пройти, потому что у меня закончилась, ребята, горючка. Ну что ж, давайте мы прапаем на одну единичку нашего кэпа. Так, выбрать. Здесь у нас есть что-нибудь? Нет, удачи получше. Ну ладно, хорошо, 2500 тратим. Так уж и быть. Так. Слушайте, а давайте-ка посмотрим, как он вообще у нас прокачан в конце-то концов. По-моему, очень хреновенько. Ох, как хреновенько. Вы посмотрите, на начальных-то уровнях вообще никуда не годится, ребята. На плюс один. Я ещё что-то от него хочу. Так, что мы можем здесь заменить так, здесь вот так и вот так. Конечно, сделаем мы вот так вот, ребята. Здесь тоже никуда не годится, ребята. Вообще. Очень-очень плохо я даже не думал. Надо было вот с этого начинать, ёлки-палки. С самих азов. И в результате мы уже получаем с вами... Так, подожди. Урон 29, здоровье 42. Всё равно как-то слабенько. Ну, и вы посмотрите, сколько у меня здесь единичек. Все практически единички, не считая, вот дальше идёт более-менее где-то... Хрен знает с какого. С девятого уровня, да? Даже с десятого уровня. И то, я бы не сказал, что это хорошо. Это вообще ничтожно мало. Тьфу. На тебя, Кэп, ёлки-палки. И на меня тоже. Вот это я облажался. Сколько у меня вообще есть вот этих вот подарочков, бонусов, которыми я могу апаться. Блин, да где это посмотреть-то, ёлки-палки? Чёрт, я уже забыл. Ну, так, я до сих пор на втором месте. Естественно, я никуда не сдвинусь. Без своего же ведома. Здесь мне буквально один, один, ребята, подарочек. Я получу бонусы. Слушайте, я что-то не могу понять, где мне посмотреть в сети. Я всё позабыл уже. Так, создать. Создать, например, мне не нужно создавать. Смотрим. У меня три консервы. Так, ага. То есть, уже нету, да? Или есть всё-таки трёхуровневые? Ну-ка, посмотрим, ребят. Предположим, я хочу прапать. Ну, вот этого, грубо говоря. Так, здесь у нас есть ещё на атаку. Сколько вообще на атаку у меня? Последняя, ребята, трёшечка на атаку. Значит, мы убираем её отсюда. Здесь вот так вот тоже уберём. И, естественно, всё это сейчас отдадим нашему Кэпу. Так, здесь будем сбрасывать. Сбрасывать вот это. Всё, сюда ставим на атаку. Сюда ставим удачу. И это. Да, пускай по две. Но это лучше, чем, блин, извините меня, по единичке. Ну что, давайте попытаемся ещё разочек наказать ТП, сука. Конечно, неудачно. Так, и посмотрим колоду. Тут, 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 тут. В принципе, если бы у меня, у снайперши, был бы охрененный бы урон, было бы тоже, согласитесь, козырно. Мы, возможно, бы прошли бы. Ну что, пытаемся, ребята, пытаемся. Мы с вами не можем завалить всего лишь одного Кэпа. Так, ну, давай, 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 зажаривай ты, выёб, простая. Ну, успел. Его вообще расстреляли к ядрене в фене, ребята. Что-то вообще как-то ничтожно хреново мы прошли. Ладно, уберём, короче, мы отсюда снайпера, потому что я вообще не вижу никакого толка от него здесь в данный момент. Так, колодочку мы, естественно, сейчас заменяем. Так, этого надо, наверное, вот сюда поближе поставить, потому что пока он дойдёт, ничего хорошего не получается. И теперь возьмём, кто у меня... Ну вот, Соня, ну её же, блин, так быстро разбомбят, а? Ну так быстро разбомбят, что она даже не успеет глазом моргнуть, как уже будет валяться. Ладно, попытка не пытка. Да, долго мы с вами, конечно, не... Ну, давай, 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 ну, поджарь, поджарь его. Да что такое-то, блин, да посмотри, какая-то ересь получается, ребята. Я не знаю, в чём проблема. В тот раз всё намного лучше получалось. В чём проблема сейчас, я пока ума не приложу. Хорошо, давай сделаем тогда ещё ближе нашего этого огнемётчика, чтобы он стоял... Так, колода. Да, блин, ближе-то, по-моему, уже и некуда. Так, ну, Соню здесь вообще вырубает моментально, ребята, от неё толку здесь никакого. Я даже не знаю, кого ставить. Уже просто не знаю. Этого, да его расфигарят тут моментально. И он тем более сейчас ломанётся, побежит, сломя голову. Хорошо, проверим. Проверим. Он бежит, обычно сломя голову, вот о чём я вам говорю. Ну, поджарь, поджарь ты его! Я не понимаю, почему он тупит. М-да. По три мы отбираем. И то, причём, очень хорошо косим, мажем. И по нам пятёрку просто из автомата. И готовчинка. Так. Я даже не знаю, что теперь и сделать-то. Как и быть. Этот бежит у нас на меня голову, блин. Как чепушило, я не знаю, блин. Не остановить его просто-напросто. Что ещё можно здесь такого задумать? Огнемётчик, ой, этот, пожарник. Да его снесут тут в хлам сразу же. Можно попробовать, конечно, и вот так сделать. Ну и я больше уверен, что механика тоже сразу же нагнут. Он даже пикнуть не успеет. Но попытка не пытка, попробуем. Сейчас, смотри. Очередь получит, да? И он готов. Да, и это ещё даёт нам офигенный минус к тому. Вы посмотрите, посмотрите, как мы хреново разбираем. Очень и очень хреново, ребят. И по нам очередь. Вот дерьмо! То, что мы успели крикнуть напоследок, блин. Действительно, дерьмо последнее, вонючее. Не знаю я. Слушайте, ну я всё равно должен разгадать секрет. Секрет вот этой вот. Да, пускай он меня сильнее. Пускай, да, по уровню. Но по сноровке я думаю, что я буду всё-таки посмышлённей. Надо только найти идеальную камбу, ребята. Идеальную, понимаете? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-тунь! Так, если мы вот так вот сделаем, огнемётчик. Огнемётчик пойдёт, да? Этого, ну этого смысла ставить вообще, я не знаю. Если нет, конечно нет, наверное, ребят. И, слушайте, если мы всех оставим вот таких вот. Да это фигня получится, ребят. Согласитесь. Хотя, если может быть Подожди-ка, у нас Этот, на сколько? На 11 Прокачен Куда ты выходишь? Так, тогда Предположим Блин, я даже не знаю, ребят Все хорошо было бы со снайпершей Очень хорошо было бы со снайпершей Вот так попробуем Это уже, ребята, мы с вами проходили Вот такую стратегию Такую тактику Ничего у нас не вышло, сейчас посмотрим Почему автоматчик вот в этом Вот именно в этот момент бежит, как сломя голову И не сгорает при этом, ребят Он в этом моменте не сгорает Огнеметчика мы подбили Так, хорошо Если этот бежит, сломя голову Видимо, он так реагирует на снайпершу Значит, мы можем поставить На опережение своего огнеметчика Так, по-моему, так Хорошо, мы попробуем сделать его вот сюда Поставить Если он у нас выстоит И поджарит автоматчика То уже 50% Можно сказать, будет успеха Он почему-то все равно встает Начинает строчить, ребят Тут они друг друга убивают Но Во, ну снайперша там Немножко-немножко Лучше бомбит По 8 Ну, так Хе-хе-хе Черт подери Этот автоматчик, блин Стоит издалека И стреляет Хорошо, если мы, например Вместо Снайперши Также возьмем Автоматчика Но это мы уже Вот этого только возьмем Автоматчика И посмотрим Фух Я уже не знаю, ребят Какую стратегию тут подобрать Если честно Просто не знаю Так Ну, он стреляет Стреляет Да почему моего Автоматчика Так сносят-то моментально Я не пойму Почему? С какого, блин, хрена Я не врубаюсь Вот в это Почему его Сносят просто Мо-ме-н-т-аль-но Хотя он стоит Вообще, по-моему Не на линии огня Короче Единственный вариант Единственный вариант Ребят Это все-таки Пробовать со снайпершей Со снайпершей Которая стоит Вдалеке И бомбит Больше я пока Не вижу никаких вариантов Если только опять же Прокачивать Так она же вроде бы У меня прокачана Причем, по-моему Даже очень неплохо Я ее там Вкачивал Будь здоров Так, смотри Этот подбегает Давай, его зажарь Да что ты не можешь Зажарить-то его, а? Есть Мы его поджарили, ребят Мы его поджарили И каковы у нас шансы Почему-то мы, правда Не того поджарили Еее Давай вон того гомнюка Валим теперь Ну Снайперша Ну не подведи Ну пока ты там Сейчас он ее расстреляет, ребят С выстрела Вы представляете Он с выстрела Просто ее сносит У меня уже просто Я не знаю У меня нет никаких слов У меня нет никаких терпений И я еще раз пробую Именно вот этой Пачкой, блин, пройти Смотрим Смотрим, что получается Вот тут как-то хреново Все получилось, ребят Слушайте Причем Автоматчик здесь Вообще На самом деле Вялый Он очень вялый Больше здесь Все-таки На себя Берет Кэп Автоматчика Можно подбить Короче Давайте-ка Мы знаете Что сейчас С вами продумаем Если мы Так Он начинает Стрелять сразу же Да Автоматчик Хорошо Мы тогда Вот так вот Попробуем сделать Убрать вот так вот И попробовать Посмотрим Мы по крайней мере Сможем наносить Побольше урона Пока они тут К нам бегут Так-так-так-так-так-так-так Но Не успел Не успел Мой огнеметчик К сожалению, ребята Его поджарить Буквально совсем Чуть-чуть Ох, блин Как же меня это напрягает А И по хпшкам По ходу дела Он, ребята Меня превосходит Ну Шестнадцатый уровень Ёпростая На три левла Даже если По три Каждого вкачать Это считай На десяточку Ребят Он превышает А это немало На самом деле Ну Давай Вот так вот Попробуем еще Я уже не знаю Что тут сделать Что сделать Как тут быть И с чем его Колотить Давай попробуем Беги-беги-беги Сюда Кривожадый, блин Да как у него Такая стрельба Там охренеть Откуда он Бомбит Блин Чуть ли не Сначала поля И уже Простреливает До меня Как вообще Такое может быть Я не пойму И тут На Получи Как говорится Очердью В лоб Не врублюсь Я в это Почему Мой не может Так простреливать А Уравнивать Вот это Вот это Понимать Ладно Огнеметчик На огнеметчик Это минус Получается Да Но вот этих Вот Блин Говноедов Как сносить Если взять Кого-нибудь Со щитом Может быть Ну я В плане Того Что Дополнительного Защитника Какого-нибудь Убираем Отсюда Соню И Оу А тут У нас Не получится Никак Тогда Ха-ха Если мы Возьмем Например Вот так Вот И Огнеметчика Ставим Вот сюда Да Они должны Сгореть К ядрени феней И вот так Вот попробуем Ну Попытка Не пытка Ребят Погнали Так Они там Бегут Огнеметчик Огнеметчик Давай Огнеметчик На огнеметчик Ну нет Твою дивизию Блин Ну естественно Естественно Это Обдел Обделавшийся Пока Через огонь Пройдет Пока Слов Нет У меня просто Нет слов Он засранец Вот и все Самый натуральный Идет Блин Наражен Придурок Дедство Блин Жалко Здесь нет Какого-нибудь Замедления Для меня Чтобы он Еле-еле Там шел Че Я опять Что-нибудь Нажал Дурило И этот Тоже Видишь Меня вот это Добивает Ну Надо же Смотри Смотри Что получается Ну Как Как ты быстро Лишился Одышка Одышка Ну Шокер Ты сможешь Бомбануть Ага Конечно Смог Ее Простите Черт Подери Не Ну В принципе Довольно Неплохо Было Если Нам Знаете Что Сделать Оу Кстати У меня Есть Неплохая Ребята Идея Знаете Что Мы Сейчас Сделаем Мы Вместо Вот Этого Дурилы Блин Мы Поставим С вами Пожарника Ну А почему Б нет Ну Вдруг Прокатит Поехали Попробуем Он По крайней мере Не боится Огня И Должен Ломануться Через огонь Я на это Надеюсь По крайней мере Ну Давай Бомбани его Бомбанул Пожар Пожарник Сразу же Отдуплился Ядрё Навож Блин Сразу же Валяется Там Придурок Так Хорошо Пожарник Здесь Не прокатывает Кого Можно еще Здесь взять Здесь Можно взять Механика Если Механик Например Ломанется Отвлечет Как говорится Тут кого-нибудь Из автоматчиков То Есть шанс У этих гобняков Как-то Добежать Че Но Ну Завали Завалил Ядрё Навож Завалил Всех Нет Ну Этот Конечно Чепушило Вообще Там Бежит С ломя голову Хотя Знаете Что можно Сделать Ребят Точно Я кое-что Придумывал Почему Он у меня Блин Находится В конце С какого Блин Друг Перепуга Давайте Его поставим Вот сюда Вот Вот так Вот Посмотрим Как они Успеют И механика Подбить И Извините Меня Моего Крепыша Да Вроде бы Всё хорошо Всё удачно Но Блин Почему-то Не получилось Ожидаемого Для меня Эффекта А так Было бы В принципе Всё норму Я только не понял Почему Чувак там У меня Очень так Быстро Погиб Почему Вот этот Так Отдуплился Моментально Ну-ка Давай Ещё разок Проверим Я что-то Не понял Давай Вот мы Бежим Так Снесли Ааа Вот Погоди-ка Я что-то Ещё разок Я не понял Отчего У меня Сгорает Мой Чувак Так Ну-ка Давай Попробуем Посмотрим Я не врубился Огнемётчик Мой на месте Так Вот мы Бежим Всё Что-ли Ребята Это Ну Это Это Звездец Это Рандом Это Галимый Рандом Тут Нет Никакой Тактики Тут Нет Никакой Силы Тут Чисто Везение И Рандом Всё Ребята Вот и всё Вот я Вот Я вот На первом месте ТП Сук Отдыхает Чё он там Придумывает В следующий раз Какую он Стратегию Против меня Сделать Я не знаю Но Как видите Я всё-таки Вырвал победу Сколько у меня на это ушло Времени Ребята Это Это просто Жесть Я просто Не верю Своим Глазам Да Так Ребят На 25 Миссию Давайте Заглянем С вами По-быстренькому Я хочу Посмотреть Есть ли Тут Всё-таки Новый Зомби Про которого Мне Говорили Все Глянем Ну Я не вижу Пока Какие-то Тут Строители Этих Мы Ребят С вами Видели Где Новый А Точно Точно Ребята Вот Это Новый Зомбар Я Такого Не Видел Ну Как Кто Такой Этот Зомби Мчится На поле Битвы И Не Может Быть Остановлен Пока Не Ударит Что-то Ты Хорош Успокойся Ребят Знаете Кого Он Мне Напоминает Нашего Инженера Который Тоже Бежит Сломя Голову И Пофиг Ему На Все Короче Да На самом Деле Есть Новый Зомби Моя Коллекция В книжке Зомбарей Пополнилась Так что Всем Большое Спасибо Кто Мне Это Подсказал Ну А Вам Ребятушки Естественно Спасибо Большое За То Что Посмотрели Как Я Мучился Как Я Выбивал Грубо говоря Зубами Это Первое Место Согласитесь Это Все Было Нелепо По сравнению С тем Что Как У Нас Закончился Самый Последний Бой Где Я Вышел Опять же В Топ Тп Сука Я Порвал Так что Ребятушки Всем Пока Всем Удачи И До Новых Скорых Видосиков